Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала. Выкася на канале Семен Чемодан. И с вами я, Славян, Настенка. Вычаствуй. Что вычаствует? Мы продолжаем путешествовать по центральной части Шри-Ланки. Сейчас мы находимся в город Элла. И сегодня нам предстоит посетить три очень интереснейшие локации. Это первый водопад Равана. Второй это девятиарочный мост. Историю этого моста великолепно, чуть позже расскажу. И еще нужно сегодня посетить... А что третье, Настя? Забыл. Ай? Ай. И третье это сделать восхождение на малый пик Адама. Здесь есть еще большой пик Адама, но мы на него не стали, потому что времени на это путешествия у нас очень мало. И тратить на дорогу три часа в одну сторону, три часа в другую сторону. Плюс восхождение. Короче, тратить один день вообще неохота. Плюс это нужно по-любому бессонная ночь. В общем, ребятки, не буду затягивать. Ставьте лайки, пишите, как всегда, комментарии. И погнали в новый выпуск. Так, ребята, здесь стоит прерваться буквально на пару минут. Хочу вам рассказать про очень крутой лайфхак, который мало кто знает. Но мы недавно узнали. И на самом деле уже поделились в нашей группе во ВКонтакте с Донами. Это те люди, которые оформили там платную подписку, и у них есть доступ к секретному нашему материалу. Так вот, они уже в курсе. Сейчас хочу поделиться с вами на большую аудиторию. Итак, наверняка вы все знаете, как я люблю и всегда хвалю банк Тинькофф. У нас несколько карт. У меня две, у Настенки две, у детей есть карты. У нас там есть брокерские счета, у нас там есть инвесткопилки. И вообще я кайфую. И было очень здорово, что это единственный банк, который работал за границей. Но совсем недавно он попал под санциями, и как бы и все. Кто-то сейчас скажет, славян, и зачем тогда сейчас про него вообще идет речь? Но на самом деле есть очень крутая фишка, о которой, вот говорю, никто не знает. Поэтому внимательно слушайте. Для того, чтобы воспользоваться этой фишкой, сейчас я про нее расскажу, вам нужно оформить по моей ссылочке в описании себе дебетовую карту. Во-первых, по моей ссылочке вы получите кучу бонусов, куча привилегий, там повышенные кэшбэки, повышенный кэшбэк на остаток, пожизненное, бесплатное обслуживание. Для того, чтобы это сделать, нужно на карту заказать, получить и совершить первую покупку от 300 рублей. Тогда вам открываются все эти бонусы. После этого, ребятки, переходите в приложение, выбираете подписку премиум. И знаете, что вам будет доступно? Страховка. Страховка, представляете? Например, на нашу семью, чтобы сделать страхование через тот же Тинькофф, нам она обойдется на месяц, на всех на нас, почти 60 тысяч рублей. Когда мы оформили премиальную подписку, нам она обошлась всего лишь в 1 990 рублей. А возможно, будет обходиться и бесплатно, потому что если с карты тратить больше 200 тысяч рублей, то как бы подписочка будет и бесплатная. Прикиньте, и полис действительный на целый год. Ну кто вам такое еще расскажет, а? Согласитесь, крутая штука. Ну и, конечно, этой фишкой мы поделились тоже сразу с Антохой. Антоху вы знаете по выпускам из Турции. Мы вместе путешествовали. И вот его обратная связь. Ну карту я новую в Тинькове открыл, эту премиум. Страховку открыл. Все буквально за 5 минут. Так что, ребятки, не упускайте возможность. Ссылка там. Переходите, оформляйте карту, делайте первую покупку, получайте кучу различных классных бонусов и делайте себе страховочку. А начнем мы наше утро с завтрака в кафе, где мы вчера ужинали. Подъехали сюда, припарковали наш автомобиль. Прям тоже будем сидеть рядышком, потому что вчера, когда мы парковались, она подъехала полиция и говорит, парковка здесь нельзя. Вот, поэтому оставим. Сейчас будем заказывать. Деткам, наверное, омлет закажем. Здесь еще какие-то авокадо, завтраки есть, которые Настенка. Хочете попробовать? Кого попробовать? Я их люблю. А, ты их и любишь? А, я понял. Авокадос, да? Вот. Вот, нам видите, потихоньку приносят завтрак с соседнего стола. Так. Ладно, сейчас закажем и покажу. Мы вообще полюбили это заведение, потому что снизу есть различные развлекаловки, типа как дартс, бильярд, большой аквариум с большими рыбами, еще какие-то приколюшки, а шахматы какие-то, еще игры. Вот, и дети сразу туда убегают играть, пока мы ждем еду и заказываем. Что, парни, где были? Настенка расстроилась, ведь ради того, чего она пришла, нет. Я же думаю, пойти в соседнее кафе. Иди. Чуть-чуть. Впервые на Шри-Ланке будем пить нормальный капучино, понимаете, вот со спенкой, вот как вот должно быть. Со спенкой. Со спенкой. да я понимаю а то обычно капучино заказывать приносит просто какую-то порцию беспонтового кофе с беспонтовым молоком а то тут прям кофеек то что надо доброе утро в общем ваше здоровье посмотрите нам несут завтрак так это я так понял что он масло там и что-то яичница или это омлет непонятно хлеба много это хорошо хлеб мы любим а деда принесли омлет сыром вот такой от нас наивкуснейший завтрак даме рожка ищется вкусное все вкусное будет хорошие все нам приятного аппетита сытые довольны отправляемся в первую достопримечательность едем просто по каким-то дичайшим местам дороги нет вот сейчас вообще она основательно заканчивается но места красивые посмотрите слева обрыв как разъезжаться будем тоже пока не знаю если нам кто-то встретиться если кто не встретится вот так вот там все там пропасть мой ой 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 весик ты здорово мы припарковались дорога конечно так себе но как говорится проехать можно мы здесь вот не одни Видите, машины проезжают, стоят туристические автобусы, место это по-настоящему туристическое, сюда хотят приехать абсолютно все, в основном добираются люди с экскурсоводами, с гидами, потому что вроде как, я насыщен, тяжело его найти, но мы, я надеюсь, нашли вроде как. Вот, начинаем подъем, посмотрите, как уже внизу находится Насенька, потому что подъем туда мощный, фух, идешь просто на носочках, да, Тёма? Смотрите, Тёмка просто на носочках. Что ты говоришь? Тебе, да, тебе сложнее всего. О, фух, вот такой вот стартовый подъем, но очень надеюсь, что там будут дальше красоты, красоты, ещё раз красоты. Фух, да можно было бы, да, на машине даже смело, и было бы, конечно, сложно, но можно. Конечно, перепад высоты конкретный, нужно прям тут сразу рассчитать свои силы и не стартовать. Вот, даже Мирошка слез, говорит, сам пойду, давай, будем идти медленно, потому что подъем уго-го, нам сегодня предстоит ни один подъем. Молите, там бык, горный бык, видите, вон. Мама, она уже все знает, мама уже... Ого, вот так вот по горам, ну, конечно, стоять шарится. Настенка, как тебе удается сохранить такую прекрасную форму после троих родов? Да все просто, рецепт простой. Вот, отправляетесь в горы, берете на руки ребенка и погнали. Все на карапуц. Вот, и по таким вот подъемам покоряете все вершины. Давай, 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 и сбрасываете лишние килограммы, нужные килограммы. И не нужные. И все подряд, короче, сбрасываете. Сюда идем. Сегодня есть огромный плюс, это то, что вообще нет солнца. Все затянуто тучками, облаками, и, конечно, это хорошо. Дальше, видите, дорога заканчивается, и мы просто идем вот так под джунглем. Очень узкая тропинка. Дикий кабан вряд ли выбежет. Вот какая-нибудь змея выползет и жахнет. Это все возможно. Самое интересное, что мы даже не знаем, правильно ли мы идем. Мы еще не дошли до этой локации, но я вижу очень интересное, очень интересное место. Сейчас покажу вам. Так. Где, блин, это место? Я ничего не понимаю. Мы просто под джунглем. Ходим, ходим, бродим. Куда идти? Вообще непонятно. Не заблудиться бы. Смотрите, покажу вам. Видите? Глэмпинги на горе. Как они туда забираются? Не знаю. А, вон вообще еще дома на самой вершине стоят. Прикольно. Так. Ладно. Обходите. Вот, тук-туки по чуть другой дороге, они довозят прямо сюда. И вот, собственно, вот он, девятиарочный мост виднеется. Пойдемте, пойдем, сейчас будет виднец. А вон, вон, вон. Да. Здесь, на самом деле, на него есть огромное количество смотровых площадок. С разных сторон можно смотреть. А мы, я так понял, приехали прямо к нему. То есть мы сейчас на него прямо зайдем и будем прямо на нем. Можно даже дождаться поезда. Он что-то каждые 30 или 40 минут проезжает. Там же останавливается. Фух. Мы сейчас посмотрим. Да, народу тьма. Вот. И, кстати, да, вот уже, пожалуйста, начинаются рельсы. Вот так вот. Я думал, мы на смотровую куда-то. А мы нет. Мы прямо в самое сердце, короче, пришли. Это круто. Да, это круто. Да, тук-туки. Тук-туки все равно, да. Тук-туки. Тук-туки, да. О, вообще. Вот так вот. Смотрите, сколько людей. Что? Ожидание реальное. Да. Ожидание реальное. Посмотрите, сколько людей. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Но на самом деле вот, можете сфотографироваться. Прям даже вот здесь вот с краешку, как говорится, никто тебя не увидит. Красота. Блин. Он, конечно, мощный. Короче, этот мост, прикиньте, построили без единой, без единого куска железа. Просто из подручных скальных камней с цементами. Все, прикиньте. И самое главное, что человек, который руководил процессом, он не имеет никакого вообще образования строительного. Тут туннель. Можно, например, прогуляться в туннеле. А можно пойти гулять по этому мосту. Надеюсь, нам вообще повезет, и мы застанем поезд. Ой. Ой, мирошек. Я понял. Пережьми селеверей. Нет, просто, я не знаю, перевернуть здесь рейсы. Но если перевернуть, то... Пойдем с тобой, папа, нас точнее. Держите нам. О, все, где нет. Смотри, посмотри на твою собачку. Пойдем, скорее, ручки селеверей. Да, высота конкретная. Нам нереально повезло. Прям сейчас сверху увидите, как едет поезд, он подъезжает к нам. Да, смотри, посмотри. Пойдем. Уууу. Ууу. 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 Уууу. Вот, как говорится, успевайте сделать фоточки. Пойдем. Ууу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Короче, пока летал, подошли ко мне полицейские Я думал, что сейчас будут говорить за дрон А он в итоге мне говорит Если летаешь, не сиди на краю Потому что можно сорваться вниз Я такой Ну, короче, труханул Я думаю, сейчас начнут спрашивать лицензии и так далее Нет, это обошлось Сейчас идем, короче, на другой ракурс Вот, отсюда можно сфотографироваться еще И сделать подсъемку Смотрите, как смотрится шикарно А еще можно спуститься туда вниз И сделать фотографию уже вообще прям снизу И сейчас, наверное, это и сделаем Народу, конечно, тьма Здесь, кстати, продают кокосы Мы, естественно, покупаем Не можем пройти мимо никогда Ну, родик даст под пить ему В чем проблема? Вот, братиська, делите Артемка сам подошел Договорился, чтобы ему разрезали кокос Смотрите, из кокоса Покажи ложку Делают же ложку Вот представляете, кокос это все Это еда, вода Тарелки, ложки, вилки Специальные штуки мыть слонов Абсолютно все Можно сделать из кокоса Как в мультике Моана тогда сказала Кто там сказал? Кокос может дать тебе абсолютно все Родик, в общем, тоже пошел договариваться Чтобы ему разбили кокос А вообще, кто не знает Оранжевые кокосы нужно пить А зеленые кокосы нужно есть Зеленых кокосов прям огромная такая толщина Вот этой, как самого кокоса А здесь просто как крем, короче, ешь Желеха такая Но место, короче, топчик Единственное, как сделать так, чтобы не было людей Вот это вообще непонятно Наверное, никак И что делать с поездом, тоже не знаем Потому что, вы сами видели Он вообще битком Как быть, тоже не понимаем пока Это, кстати, девятиарочный мост Это, кстати, именно то место, которое, знаете Вот огромное количество людей его не портят Обычно ты приходишь, и все там невозможно А здесь все равно как-то, видимо, за счет того, что он такой масштабный Как бы комфортно себя чувствуешь Среди всей этой толпы Пошли обратно чуть по другой дороге И в итоге вообще идем Вот тоже, видите В джунглях, в джунглях Вроде, как говорится, асфальт Но, получается, дорога, она длиннейше И тоже с подъемами Но не с такими, как там, когда мы изначально шли Кстати, парковка здесь платная 50 рупий Ну, вообще, короче, копейки А сейчас мы отправляемся на Малый Пикадама Ну, а вы с нами поехали Я вообще думал, мы доедем чуть выше Оказывается, нет Здесь получается, как бы, типа, из раздела подножия Оставляешь машину И дальше нужно двигаться пешком Здесь еще есть диплайн Хочу узнать про диплайн Стойте Ждем сейчас, когда у нас проснется Мирошка Хотя бы полчасика, чтобы он поспал А вот такие Будешь я с детьми Приезжаешь А все спят Все, сразу, сразу ждешь Да? Угу Че сорвал? Я хочу уже гулять Че сорвал? Чай Чеек сорвал Здесь чайные имплантации тоже Они здесь вообще везде Повсюду Взяли туфту Манки, манки Едем Давай Не, не, пойдем Едем, едем Вон Кобра Добро Добрались Доехали Пятьсот рупий мы отдали Здесь, короче, смотрите Вот так вот Есть всякие, типа, парковки Парковки Есть вот Целый он Птиц-супермаркет Есть кафешка Там играет музыка Посмотрите, с каким видом Там можно покушать С видом на вершину На очень красивую гору На самом деле Вообще Нет, Тёма, дам акрик выше Надо подниматься Сейчас будет Музончик играет Сейчас зайдем Посмотрим, че здесь Посмотрим, какие виды И отправимся уже дальше Здесь, короче, прям клуб Вон там вот Бассейны Джакузи С видом на горы Там, знаете, шкруже Вот такое здесь есть место Так, все Попробуем зайти Посмотреть, че там есть Папа, в общем, в бассейне покупаемся Нет Ну, очень крутое место Слушайте, ваще Смотрите, как прикольно Вот так можно почилить Очень круто И наверху еще есть бассейны Да, виды здесь Вообще крутятся Можно просто посидеть Можно даже не купаться А просто посидеть Плевка попить Смотрите, как круто А вот бассейны А вот бассейны Вон девчонки сидят Мартини Рояль Все дела Да, да, вот туда идем Вот на эту вершину сейчас пойдем Самое, что прикольное Что, посмотрите, все построено Из бамбука Все бамбуховое Крыша Вот эти вот опоры Пригиньте Место топчик Как я понял, что бассейн здесь на целый день стоит 85 долларов за человека На целый день Не знаю, что это включено Если вы в курсе, там напишите в комментариях Может быть кто-то посещал это место Но я этого места вообще не видел ни у кого Никто про него не рассказывает Никто не показывает Вот А может быть, если вы смотрите этот выпуск Ну-ка пригласите нас сюда Мы тогда к вам приедем Ха-ха Смотрите, как красиво смотрится Покажу, пока идем На пик Покажу Видите, раз бассейн Вон слева два бассейна Ну, очень красивый Вот прям Вот прям классно Вот заведение Заведение Вот должны быть такие Что ты просто приходишь И получаешь Глазной там, я не знаю Вот оргазм Что Вот такая вот красота И главное, что это С каким видом Вот только поглядите Представляете Какой тут вид Ну, конечно, поплавать в бассейне Это Кайф Да, если тем более Вы первый раз видите Такие локации Бассейн Такой вид То да Мы-то как бы видели Там мы на Красной Поляне прожили И в таких бассейнах купались Но все равно Посмотреть что-то другое Тем более Это бамбуковая история Это кайф О-о-о-о Полетели О-о-о-о Пацаны, поедем? Да, я Ну, такие пацаны Да, можно Да, вы только посмотрите Какой вид За моей спиной И мы поднимаемся Вот в чайной имплантации Понимаете, здесь вот ступенечки Люди фотографируются Просто вау Вот это да Так, поднялись Значит, мы До смотровой Здесь, видимо, покупают Билетики на зиплайн Две тысячи Две тысячи лир стоит Ой, лир Господи, рупий Это Четыреста рублей О, какой Скульптура Флайн каравана Вот отсюда получается Видите, его Запускают Надо узнать, сколько лет Вот он уже Адамов пик Малый И туда-туда-туда-туда Пошла красота А еще Если нет у вас Гоупрохи с собой То это не беда Потому что здесь Можно взять прокат Гоупроху Тоже за две тысячи По зиплайну Я неправильно сказал Тридцать долларов Стоит Спуск Вот А еще здесь есть Скалодром Достаточно, кстати, высокий Подъем Усложняет То, что это Лестница Я уже как-то говорил Что Одно дело в гору Просто идти А другое дело по лестницам Туда-сюда ногу сгибаешь И вот как раз из-за этого Колени могут дать Серьезный сбой А тем временем У нас закрылись виды Повыше Красота Фух Здесь, конечно, можно Отдыхать В кармашках стоять А дальше начинается уже все Природная тропа Так вот Фух Вот это вот Нормальная тропа Просто идешь Просто идешь И идешь Ай Да, Родион Аккуратно очень Фух Тот уже спускается Мы почти дошли Смотрите Справа Есть подъем на вершину Не-не, пацаны Сюда И слева И виды абсолютно разные Можно на ту сторону смотреть Можно На эту сторону смотреть Смотрите Тихо-тихо Артем, не ступись Смотрите Какая красота И серпантин По которому мы ездим Видите, как красиво Пойдем вот на эту вершину Вот так вот с Мирошкой Поднимаемся Мирошка, смотри, какие виды Класс, да? Я говорю, область Придает Свою красоту Все Последний рывок остался И мы пришли Здесь вот фото локации Пошлите, там есть беседка Опа Ну и все Да, мы это сделали Круговая панорама Мария Мирошка Красиво Фух, вот он зиплайн Вот на кафе Вот они все виды Вон этот храм на горе Вот где-то там железная дорога И мост Это невероятно Да, тучи набегают Но облачность все равно не низкая Это как бы хорошо Красота Ну, как тебе? Здорово, да? Объединитель на основном пике Мне этого хватило Красиво очень Кстати, классная фото локация А я сейчас вам приближу Смотрите Какой высоченный водопад там Виднеется с этой вершины Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока я летал Кстати, как вам виды? Смотрите, нету никого Мы совершенно одни здесь На пике Адама На малом пике Адама Представляете? Никого Только мы И все Вот так вот Надо просто переждать электричку Ну, собственно Вот эти шикарные виды Вы все видели С высоты Мы спускаемся Передачу И мы вроде завелись О, вот теперь завелись Да, но таком мы еще не ездили Мы на обед снова приехали В кафе, которое нам уже полюбилось Здесь и дети развлекаются И ценники плюс-минус нормальные Вот Идем снова на второй этаж Вон, видите, сразу побежали, короче, играть А мы сразу пошли заказывать еду Опа! Сейчас еще отведаем новенькое Здесь, кстати, класс заключается в том Ну, то, что здесь есть русское меню Ну, в смысле переведенное, да Вот И очень доступно Можно все почитать Надеюсь, будет вам видно Вот, посмотрите, ценники Не, цены нормальные Ценники нормальные, да Мы сегодня вот на обед заказали курица-кота Чикен-коту, да 850 рублей стоит порция Это что-то вот такое вот Лапша там с курицей Ну, сейчас принесут Покажу И чаечек попьем И поедем дальше В еще одно место Понимаете, да Какие у нас насыщенные путешествия Но скоро вернемся на океан И просто будем просто чилить Ооо, посмотреть, какая красота Вот Порции вообще гигантские А у нас вам сегодня одно и шкафе Один и тоже официант Да Ооо, сейчас будем пробовать Что же это такое Это, в общем, типа лапша такая Окей Так, ну что, пробуем Насенка горит немножко островато Не чуть-чуть островато Но слишком острая Острая Ну ничего Острота тоже полезна Не сказали мы Насчет острова Думали, что это не острая еда Коль европейское заведение В итоге нет Надо всегда предупреждать И пришлось вот детям Заказывать рис с овощами Потому что мы это еле едим Вон Родик сидит заново обедает Да, сынок? Мы в машине Отправляемся дальше Едем сейчас на водопад Смотрите, какие красоты по пути Здесь очень интересные горы Они невысокие Но они очень зеленые И такие прям насыщенные А вон обезьяны сидят Ждут Вот, смотрите Что-то ждут Они прям по дорогам бегают Смотрите, перебегают Блин, это очень прикольно Смотри, смотри Ноль дороги Ой, ничего себе Смотри О, перебегают Перебегают Мы подъезжаем Вот, видимо, вот так Вдоль дороги Где-то надо оставлять уже машину Я так понимаю Мы припарковались Такое место козырное было Словно нас ждало это место Дети сразу выбежали И кричат Обезьяны, обезьяны Слушайте Здесь их огромное количество просто Огромное количество Вон, вон, весят Вон, весят Вон, весят В общем, опять Стой Все, сейчас будем переходить В общем, вот здесь И водопад и начинается И здесь Идти даже недалеко Тем, подожди Давай посмотрим Где водопад у нас сначала Ладно? Так О, какие здесь Прикольные всякие Магнитики есть Мне вообще нравятся Вот такие штуки Слышишь, Настя? Вот это вообще Просто кайф Так, короче, смотри Здесь можно в ходе Купить всякие бананы Фрукты Водичку Самое главное И пойти Отправить Кстати, жареную кукурузу Можете купить Или вареную Вот Темик, стой, пожалуйста Обезьян вообще просто Огромное количество Вот люди фотографируют Можешь купить бананы Им дать Вот тут уже начинается водопад Он находится в очень красивом ущелье И можно вот посмотреть с моста Пойдемте на мост, наверное Ну, во-первых, посмотрите Какие здесь виды Великолепные Да, это мы на мосту Вау Вау Поднимаем голову И видим Вонопад Так Пойдемте подальше Томик, проходите И он падает С самой вершины Вон оттуда, представляете Я не знаю, мне кажется Можно даже сделать Какое-то восхождение туда На самую вершину А может дойти Вот сюда Там Купаются люди Да, вон обезьяны Там В водопаде тоже Ну, местные купаются В водопаде А может, в водопаде Купают Надо переодеваться Посмотрите Слушайте, он очень большой Он, конечно, больше похож Типа, да, по каскаду Не прям водопада По каскаду так стекает Но, тем не менее Очень Вон их все подкармливают Видите Мама, она беременна Мама, она беременна Далее кукурузу добавить О, малыш Маленький малыш Чикс Все А вот это вообще здоровая Оп-оп-оп Оп-оп-оп Вот это вообще здоровая Да? Вау Ой, забавно Ну, очень круто Слушайте Какая красота Вот это да Вот каждый водопад Он по-своему Красив И обязательно нужно увидеть все Ну, желательно Я, короче, думал Забраться Пойти там По водопаду Ну, повыше А в итоге Сейчас одна девчонка полезла Здесь стоит Полисмен И сразу Свисток Типа слазь Надо купить банан Надо по Ей Маленькая Абрызки доедают Обрызки доедают Оп-оп-оп. Прям возле ноги прошла. Деловая. Но они здесь дружелюбные, кстати, вообще-то. Почти. Но это не точно. Мужик шел со связкой бананов. Она резкая подбежала и забрала у него всю связку, прикиньте. Смотрите. Нагленькая вообще. И вот теперь сидит с целой связкой. Вот это один. Четрулька. Стащил пачку бананов. Куча-куча. Смертальный номер. А, ну, ребятами берешься, ты молодец. Денька пропадает. Давай нос. А маленький нет. Ну, это грименная, да? Давай сюда всю пачку. Я знаю, что у него. Давай сюда всю. Не, а мне. Пузо-то капец. Больше, чем у меня. Много ты выпила. Вы выпивасы покармливать. Я испанская, как и гидоши. Ну, и так спокойно, смотри, аккуратно. Опа, покойчик, как и гидоши. Малышам, высыпи, они нам икут, икут. Так, мамке не лезь. Так, открытка едет. Продает тук-тук и всякую выпечку, хлеб. Идем до водопада, слушайте, ну, это, я не знаю, это самое классное, удивительное, что может вообще быть. Вот здесь увидеть зверей в своей природе, вот в дикой. Вот обезьян, когда вот они здесь хозяины, да? Ты к ним приезжаешь. Я, правда, единственное, не знаю, насколько правильно их кормить и подкармливать, что они выбегают вот так вот на дорогу. Наверняка есть и случаи, когда их просто сбивают, убивают. Как бы, но, как говорится, в любом случае это неизбежно. Люди будут их там подкармливать и так далее и тому подобное. Потому что интересно, любопытно, но они все равно. Они в своей. Че, уи? О, о, да, вон обезьянку. Манки, манки, манки. Да, манки, сынок. Манки. Да, 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 вон еще. Вон, вон, у Мироши, какие эмоции едят. Ой, охренеть. Вон, вон. Манки, манки, манки. Ой, да. Вы такой заладить, да? Вот так вот. Кто там? Ой, обезьян, манки. Ой. Так, погнали. Опа. Опа. Какая маленькая, началось бежество. Ну, она, да, она вообще агрессивная. Кстати, мы вот заметили, сколько с обезьянами сталкиваемся, что вот маленькие, они прям агрессивные. Прям, прям, хоть и хотят броситься. Прям вот, прям и шуток, узнать, типа они аж провоцируют на волки. Волкик. Главное, не дайте это сделать, волкик. Мы проходим. Я, короче, знаете, что, уже увидел, что здесь местные не просто купаются, они здесь ванну принимают. Они намыливаются, они мылятся. И принимают душ, прикиньте. Вот здесь надо перепрыгивать. Блин, водопады, это, конечно, вообще просто страсть. Оп, вот так вот аккуратненько. По камушкам, по камушкам. Переходим. Там, Тём, стой, подожди, пропусти. Там будет сейчас это. Немножко даже тяжелее получается. Так, Артём, подожди. Артём, подожди. Да, здесь очень клёво, смотрите. Можно подплыть прям в подножье водопада и туда, наверное, прям встать. Но здесь почему-то купаются только местные. Ползут. Я обезьяна кричит. О, бельё он полоскает, стирает. Супер. Такое ощущение, что камера ничего не сняла, да? Подождите. Надо теперь выбраться. Блин, здесь скользко, парни. Блин. Здесь очень скользко выбираться. Чё вы хотите, прыгнуть? Вот тут надо зайти. Так, Родик пошёл. Вот здесь прям нырни, аккуратно. Вот, вот. Ладно, я вода. Родик, отойди подальше. Далеко не ходи. Смотрите, не провалитесь там никуда. Мужик, видимо, на нас посмотрел, тоже решил искупнуться. Ух, ну что, давайте ещё раз нырнём. Ну, короче, здесь мелко на самом деле, и нырять нужно это. Аккуратно. Водопад, я, погнали. Мы же так это с вами любим. Ну что, может быть лучше? Купалки в горной реке и водопадах. Ну ничего, сто процентов. Блин, очень круто, ребята. Наконец-то мы сделали это. И покупались. О, здесь камушку, ой-ой-ой-ой. Слушайте, там ещё и... О, нырнул. Красавец. Не сообразили, пацаны, тоже. Да, когда никто не купается, стрёмно одному. Ой-ой-ой. И, конечно, купаем самого маленького. Миросечку иди купать, сейчас папе скорее. Иди, мой маленький. Ай, да, стоп, стоп, стоп. Ём, налико не ходи? Давай. Иди к папе. Камера аккуратная. Опа! Иии! Уху! Миросечка, парни, вы где? Тёма, опять создаёшь опасности. Уху! Опа! Опа! Всё! Здорово! Молодец! Наконец-то мы это сделали! Покупались, дети вообще не вылазят. Вода, конечно, прохладная, но... Да, обезьяны пьют! Вон обезьянки пьют водичку. Носёнка фотографирует, ребят. Да, это очень круто. Классно. Блин, невероятно. Вот это эмоция, когда купаешься в водопаде. Ещё вокруг тебя бегают вот эти вот дикие обезьяны. Это, конечно, эти вероятны. Да, Миросечка, видишь, что... Вот обезьянки, видите, приходят водичку попить. Поближе вам покажу. Или что-то ковыряют они там, непонятно. Ну всё, мы накупались. Парни, как вам? Всё нормально. Классно? Да. Покупаем бананы, водичку. Вон обезьянка тоже ковыряется у меня в рюкзаке. Не воруйничаю. О-о-о! Сейчас пойдём обезьян кормить. Здесь, кстати, очень круто. Варёную кукурузу уложат не в пакет целлофановый, а прямо... Нет, это не банановый, это лист кукурузы. Это от кукурузы лист. Парка возьми, можно? Писал пить. Вот, если меня смотрите, наши краснодарские предприниматели вот кукурузу, упаковывайте в лист, в её родной. И не горячо. Никаких пакетов целлофановых, ничего. Экологичные. Гораздо тактильно приятные. О, берите пример. Мы пришли кормить обезьян. А, Тёмка, боится что ли? А зачем ты расчищаешься-то? Им не надо, они сами почистят себе. Вон, дай по кому-нибудь. О-о-о, да, не доща уже все едят. Все с бананами, смотрите, все, все довольны. У каждой по банану. Красота. О, приехали, все накормили. И у всех по банану. На, вот эту дай, сюда. Все, грызу у меня отняли. Отжарила, да? Да, у нас пробежала. Мамушка, тебя оттенка дает. У тебя? Разгрызает. У тебя вырвало? Да, вот он такой любезен. Я побежала быстрее. Серьезно? Да. Ну, что? Я не знала, она подошла неожиданно. Пойдем у нее и обратно отожмем. Ах, ты смотри, какая-то цельюха. Я же говорю, я вообще поеду. Короче, у Темки отжали кукурузу. Ты с бананом не устроил. А что мне так еще один? Прям берет лапкой и так. Все, хватит кукурузу. А, ладно, все. А, ладно, кукуруза нормальная кукуруза. Мы же на обратном пути кукурузе нормальная кукуруза. Иди мне в машину. А, ну, никто не будет ее отбирать. Потому что там, блин, бурь, целая кукуруза. Ты не кидай, а просто протяни, она возьмет аккуратно. Не бойся. Иди вон маленькой дай. Да не бойся, Тем. На, Родик, только не кидай. Вон, вон он идет, иди дай. Вот, Родик, дай вот этот. Вон идет, только не бойся, она аккуратно возьмет. Да, я вдам. Мы реподируемся, идет. Возьмите, аккуратно. Ну ладно, Най, Най, Най. Най, Коля. Кто ее тащит, тебя тоже бы ее тащит, ехать. Папа, отбирайся. Дай вот так вот, Най. Держи. Хожусь. На. Хожусь сначала. Хожусь. Это что сам-то? Хоча? 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 Ладно. Последний остался. О, мама. Настя, сзади. Хоча? Хоча? Ты отдал? Да. Она ест? Да, вот тут вот у нас, кстати, станция Эла, в том видеоролике показывали. Вот прям, вот мы прям живем идеально. Мы как-то, когда заселялись только в эти апарты, такие расстроились, потому что они, ну, так себе очень сильно уставшие. А в итоге вот сейчас мы понимаем, что да классное просто расположение, а дома мы почти, как говорится, не бываем, поэтому по барабану. По какой интересной системе мы берем этот диалог, оплачиваем интернет, короче, такие штуки дали. Здесь что-то стираешь, кор-код, вводишь, но он сейчас будет нам помогать. Все, ребятки, пишите комментарии, ставьте лайки. Если не затруднит, сделайте репосты из социальной сети данного видеоролика. Будем, как говорится, вместе с вами популяризировать туризм на Шри-Ланке. Вот. Все, буду прощаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok